Сежеин глядит в полуночь, и блажен Раме Божьим, обрящих дящих. Из жития блаженной Ксении Петербургской мы знаем, что ее предсказания были как необычны, так и точны. Порой она говорила всего несколько непонятных слов, а позже в них обнаруживалась воля Божья. Так однажды святая горько плакала в течение трех недель, и когда ее спрашивали, что ты, Андрей Федорович, плачешь, не обидел ли тебя кто, блаженная отвечала, «Там кровь, 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 там реки налились кровью, там каналы кровавые, там кровь». Тогда никто из горожан ничего не понял, и лишь когда по Петербургу разнеслись слухи о гибели Иоанна Антоновича, российского императора из Броншвейгской ветви династии Романовых, всем стало ясно. Своим плачем, своими странными словами блаженная Ксения предсказывала его мученическую кончину. И на сегодняшнем уроке православия мы узнаем подробнее о трагической судьбе российского императора, царствование которого продолжалось всего-то 404 дня. Сегодняшняя наша встреча посвящена судьбе очень малоизвестного русского императора Иоанна Антоновича. Прежде всего вспомним, что царь Алексей Михайлович был дважды женат первым браком на Марии Ильиничне Милославской, а после ее кончины на Наталье Кирилловне Нарышкиной. От первого брака был царь Иван Пятый, от второго Петр Первый. И Иоанн Антонович – это правнук Иоанна Пятого, сводного брата Петра Первого. В 1740 году, 18 августа, родился Иоанн Антонович. Его мама Анна Леопольдовна и отец немецкий принц Антон Ульрих. У императрицы Анны Иоанновны не было детей, во всяком случае, законных. При этом она очень не хотела, чтобы в дальнейшем престол достался потомкам второй жены Алексея Михайловича, потомкам Натальи Кирилловны. И вот тут как раз Анна Леопольдовна и родила Иоанна Антоновича. И по настоянию Берона, фаворита Анны Иоанновны, императрица написала завещание с назначением наследником именно Иоанна Антоновича при регенстве самого Берона до 17-летия этого нового будущего государя. 17 октября 1740 года Иоанн Антонович был провозглашен русским императором после скоропостижной смерти императрицы Анны Иоанновны. То есть на русском престоле оказался младенец. Регентом был Берон. Но хотя все было по завещанию, в принципе, законно, но родители императора оказались обойденными. А в традиции, что в таких случаях регентом становится кто-то из родителей. Ну, в данном случае немцу и протестанту Антону Ульриху на это было претендовать трудно, а Анна Леопольдовна вполне могла быть регенше при несовершеннолетнем маленьком императоре. И происходит конфликт. Берон всесильный сажает даже под домашний арест Антона Ульриха, который возражал, не хотел, чтобы страной управлял Берон. Анне Леопольдовне угрожают высылкой из России. И вот в такой ситуации Анна Леопольдовна жалуется на жизнь другому немцу, фельдмаршеру Миниху, конкуренту Берона. И Миних устраивает переворот. Один немец арестовывает другого 9 ноября 1740 года. Причем всесильный Берон, арестованный ночью, был пронесен еще мимо гроба императрицы Анны Иоанновны. Жертв при этом перевороте не было. 9 ноября 1740 года регеншей стала Анна Леопольдовна при своем сыне Иоанне Антоновиче. Причем Миних рассчитывал, что тем, что он помог прийти к власти Анне Леопольдовне, он займет вот такое же положение, какое имел Берон при Анне Иоанновне. Но этого не происходит. Реально страной начинает управлять мастер закулисных интриг Астерман, выдвиженец Петра Первого, и Миних уходит в отставку. Причем Анну Леопольдовну, которая вот так вот стала регеншей, фактически руководителем, юридически руководителем страны, ее ведь не готовили к тому, что придется управлять Россией. Не была она ни энергичная, ни трудолюбивая, ни чистолюбивая, была человеком ленивым, но хорошим человеком, доверчивым человеком, доброжелательным человеком. Вот волею судеб истории она была поставлена на вершине власти и готова к этому не была. Между тем, Анну Леопольдовну уговорили, поскольку ее сын еще совсем маленький, всего несколько месяцев, ее уговорили принять саму, саму принять титул императрицы. И она дала на это согласие. И на 7 декабря было назначено восхождение на престол именно Анны Леопольдовны. Но у Петра Первого и у Екатерины Алексеевны, Екатерины Первой, была дочка Елизавета Петровна. И ее обошли, когда на престол взошел младенец. И в ночь на 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна организовала, устроила дворцовый переворот. Многие были недовольны порядками, которые существовали при Анне Леопольдовне, недовольны продолжавшимся засилием немцев. И на престол 25 ноября 1741 года взошла Елизавета Петровна, дочка Петра Великого. Что касается императора Иоанна Антоновича, регенши Анны Леопольдовны и отца бывшего императора Антона Ульриха, они были арестованы. Причем при аресте даже уронили сестренку Иоанна Антоновича, ей Екатерину она от падения лишилась слуха. На радостях новая императрица Елизавета Петровна опубликовала манифест о высылке 28 ноября. Такой манифест вышел о высылке бывшего императора Иоанна Антоновича с семьей из России. И вот тут начинается следующая страница в биографии Иоанна Антоновича. Как только был издан этот указ о высылке, сразу Иоанна Антоновича повезли в кибитках в сторону Риги, то есть в сторону западной границы России. Но через некоторое время Елизавета Петровна задумалась над тем, что оказавшись за границей, Иоанн Антонович будет кем-то воспринят как законный император. И в случае какой-либо войны реально не бывало такого царствования, чтобы кто-то с кем-то не воевал. И в случае войны Иоанна Антоновича могут воспользоваться как знаменем, как поводом для нападения на Россию. Задумавшись над этим, Елизавета Петровна начинает отдавать приказы вести как можно медленнее в сторону Риги и Иоанна Антоновича. Но в конце концов он оказывается под Ригой, и там его по приказу Елизаветы Петровны арестовывают. Вместе с родителями, с семьей он оказывается в каземате, где находится больше года. Затем Елизавета Петровна решает, что лучше и подальше от границы переместить бывшего государя и направляет его в Воронежскую губернию, в город Раненбург, где он продолжает находиться в заключении. А в 1744 году императрица Елизавета Петровна издает секретный указ, согласно которому Иоанн Антонович переводится, должен быть переведен на Соловки, отнят у родителей и передан майору Корфу и капитану Миллеру. Происходит разлучение мальчика, 4-летнего, с мамой и отцом. Его велено называть Григорием, чтобы вызывать какую-то ассоциацию с Гришкой Отрепьевым, с самозванцем, выдававшим себя за царевича Дмитрия. Несколько месяцев везут Иоанна Антоновича к Белому морю. Все ужасно устали, в том числе охрана. И охрана сама взмолилась, пишет письма в столицу, что разрешите до Соловков пока не доехать и обосноваться в Холмогорах. Это город Севернее Архангельска. Разрешение такое приходит, и бывший император оказывается в Холмогорах. Причем семья оказывается в одном доме, но они не знали, что они в одном доме. Вот ведь как. Охрана просила разрешения рассказать об этом, но такого разрешения дано не было. Причем брак бывшей регенши Анны Леопольдовны и ее супруга Антона Ульриха был не по любви. Но вот когда они оказались в заключении, в ссылке, трудности, беда сближают, и у них начинают рождаться, рождаться и рождаться дети. Причем формально они принцы и тоже имеют какое-то право претендовать на русский престол. И здесь еще надо сказать, что вот собственно судьба Елизаветы Петровны, императрицы, вот так не складывалась, не было у нее семьи. А до нее доходит сведение, что вот тут другая семья в заключении, рождаются дети и живут дружно. Причем Елизавета Петровна всячески спрашивает у местных властей о том, что говорят, как критикуют ее императрицу. И приходит донесение, что никого не критикуют, благодарят Бога за то, что есть, довольствуются тем, что есть. Причем в 1745 году несостоявшаяся русская императрица Анна Леопольдовна умирает от родов. В соседней комнате находился Иоанн Антонович, вот им не разрешили даже проститься. Анна Леопольдовна была похоронена в Александр-Невском монастыре в Петербурге. Причем интересно, что на эти поры похороны пришла императрица Елизавета Петровна и даже плакала. Она, конечно, понимала, что семья Анны Леопольдовны пережила большую драму. Первоначально свергнутый император развивался как вполне нормальный мальчик. Императрица запретила говорить ему, кто он. Но родители сказали, вот он с четырех лет это запомнил. И охрана, которой тоже было запрещено говорить, но все-таки тоже сказала. То есть он знал, кто он. Сам себя называл императором. Причем из дома его не выпускали. Но только ночью выводили в баню. Причем с закрытыми даже глазами. Вот единственное, что он слышал какие-то ночные звуки. И фактически он жил в камере. Кровать, стол, стул, все. В 1748 году бывший император тяжело заболел оспой и корью. Последовал запрос. Охрана запрашивала императрицу, можно ли призвать врача и священника. Императрица ответила, можно, но в последний час. К удивлению всех, бывший император выжил. Был очень бледным, среднего роста, с оролином носом, с белокуро-рыжими волосами. В 1756 году его, 15-летнего из Холмогор, перевели в камеру Шлиссельбургской крепости. Дело в том, что были секретные сведения о том, что Пруссия готовит подход военных кораблей к Холмогорам. Освобождение арестованных. Эти сведения не подтвердились, но на всякий случай Анна Антоновича перевели за стены мощной крепости, где он прожил последние 7 лет своей жизни. Причем, Елизавета Петровна распорядилась изъять все изображения бывшего императора и бывшей регенши. Отменялись все законы, принятые в это время. Она думала, что вот так вот можно память изъять. Однако получилось ровным счетом наоборот. Бывший император приобрел большую популярность. Ему симпатизировали как страдальцу. Говорили простые люди, что он страдает якобы за правду. Связывали с ним какие-то на одежды в будущих событиях, которых некоторые ждали. Причем, Иоанна Антоновича привозили в Петербург в том же 1756 году. Его захотела увидеть Елизавета Петровна. Затем, в 1762 году, с ним захотел повидаться Петр III и даже Екатерина II. То есть, последующих русских государей тянуло поговорить с тем, кто когда-то был младенцем на троне. Причем, в Шлиссельбурге Иоанн Антонович содержался в маленькой узкой комнатке, камере, в которой были даже заделаны окна. То есть, семь лет со свечой, без дневного, без солнечного света. Есть очень противоречивые данные о здоровье бывшего императора. То есть, охранники, капитан Власев и поручик Чекин докладывали в Петербург, что бывший император и хузник косноязычен, лишен памяти, не соображает и буен. Но есть и другое сообщение сохранилось у офицера Овцина, который говорит о том, что заключенный здоров, но иногда беспокоен, когда его дразнят охраняющие его офицеры. Причем, бывшего русского императора сажали на цепь, отнимали зимой теплые вещи. Вот так вот своевольничала охрана. Ну, что здесь можно сказать? Ну, если даже совершенно нормального человека посадить в такие условия, то, очевидно, будут какие-то психические изменения, срывы. К тому же, капитан Власев и поручик Чекчекин могли о сумасшествии бывшего императора докладывать в Петербург, исходя из карьеристских соображений. То есть, они могли докладывать то, что от них хотели услышать. Умел ли он читать? Опять же, противоречивые сведения. Но есть сведения, что все-таки из охраны кто-то научил. Есть сведения, что у него была Библия, что он читал, несмотря на все запреты что-либо давать ему читать и учить грамоте. Был верующим человеком. И последние драматические события в судьбе этого русского императора развернулись в ночь на 7 июля 1764 года, когда подпоручик Василий Мирович из охраны в Шлиссельбурге предпринял попытку освободить бывшего государя. Это 23-летний бедный офицер хотел возовести Иоанна Антоновича на престол, привезти его в Петербург, обратиться к гвардии, к артиллеристам и стать, соответственно, при возведенном на престол императоре, стать самому одним из руководителей России. Поручику Мировичу подчинились солдаты караула. Он арестовал коменданта Шлиссельбургской крепости, захватил пушку, захватил даже казарму, где был заключен Иоанн Антонович. Но было секретное предписание охране, охраняли тогда как раз капитан Власев и поручик Чекин, было предписание, если предпримет кто-то попытку освободить, немедленно умертвить заключенного. И когда Власев и Чекин услышали выстрелы, они поняли, что происходит, открыли дверь камеры и бросились на бывшего императора со шпагами. Однако неожиданно Иоанн Антонович отказал отчаянное сопротивление, и заговорщик Мирович опоздал буквально на минуту. Когда он вошел и увидел мертвого Иоанна Антоновича, то Мирович понял, что проиграл, он сдался коменданту Шлиссельбургской крепости. Мирович был казнен. Что касается бывшего императора, он секретно захоронен в Шлиссельбургской крепости. Его могила не обнаружена до сих пор. Наверное, имело бы смысл хорошо поискать. Все-таки русский император. Был ли шанс у Мировича, думаю, что это все-таки авантюра. Трудно представить, что даже если бы удалось освободить, что Иоанн Антонович смог бы обратиться к гвардии, адекватно действовать и руководить как-то переворотом, очевидно, все закончилось бы неудачей, пролилась бы кровь. Это, безусловно, произошло бы. Что касается его отца, Антона Ульриха, то он оставался с братьями и сестрами бывшего императора в Холмогорах. Была большая семья, потому что рождались и внебрачные дети от горничных. И, в конце концов, Екатерина II предложила Антону Ульриху покинуть Россию, но без детей. Антон Ульрих отказался покинуть детей и умер через 10 лет в России. И местный губернатор неоднократно доносил Екатерине II, что семья живет очень достойно, дружелюбно, не злобиво, на судьбу не жалуются. И, в конце концов, сердце Екатерины II дрогнуло, и она распорядилась отпустить братьев и сестер Иоанна Антоновича в Данию к королеве, которая была сестрой Антона Ульриха. При этом, когда отправляли за границу, разлучили братьев и сестер, незаконных оставили в России, законных перевезли в Данию. Датская королева не захотела даже увидеть своих племянников. А что касается бывших холмогорских узников, то они оказались в чужой стране, языка не знали, никому вообще там нужны не были, и они стали от тоски там умирать один за одним. И последней, кто был в живых, оказалась как раз Екатерина, которая лишилась слуха, о чем я уже говорил. И сохранилось ее письмо от 1803 года уже к императору Александру I с просьбой вернуть ее в Россию, домой, на родину. Она писала, «Я всякий день вспоминаю холмогор, потому что там был рай, а тут ад». Ответа не последовало. Свят, 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 есть и Боже, Богородицею помилуй нас. falling во все, как мы разминаны. Богородицеем... Субтитры создавал DimaTorzok